Здравствуйте, мои золотые! Давайте посмотрим, что ожидать от вашего мужчины. Для начала посмотрим мужчину, какой он. Ваш ли это мужчина, да? Потом уже будем смотреть, что ожидать. Итак, мужчина как личность. Мужчина не знает, куда ему разорваться. То есть умный налево, красивый направо. Что делать, он не понимает, да? Мужчина, в принципе, знаете, достаточно решительный мужчина. И он не просто решительный мужчина, а он такой значимый, ключевой. Может занимать статус, должность. Он считает, что он вообще единственный в вашей жизни. То есть у него такая самооценка о себе. И его решение в сторону счастья, в сторону любви, в сторону понимания. Чтобы быть любимым, дарить свою любовь. Мужчина в душе как ребенок. Мужчина такой непосредственный, интересный. То есть, несмотря на статус этот, внутренний ребенок в нем прям сидит. Тут занимались в нем этим воспитанием бабушки, тетушки, мамочки. Очень мало мужского воспитания. Он такой, знаете, яркий, харизматичный, инфантильный в чем-то. То есть, имея статус, может быть, благодаря бизнесу родителей, он как бы занимает эту должность. Но сам внутри ничего из себя не представляет. Но как бы статус, семья, они как бы его двигают, толкают. И он думает, что он прям такая звезда. Мужчина активный, подвижный, любит конный спорт, любит экстремальные какие-то виды спорта. И мужчина, вот, знаете, вот он сидит в каких-то иллюзиях, мечтах о счастье и любви. Так, что же ожидать от такого мужчины вам? Ну, то, что он не оставит вас в покое. То, что он активно будет проявляться. То, что он, во-первых, такой, знаете, сексуально привлекательный товарищ, который думает, что лучше его нету. И он будет двигаться в вашем направлении, несмотря ни на что. Да, то есть, тактичный, дипломатичный, терпеливый мужчина. Смотрите, около него крутится огромное количество женщин, да. То есть, мужчина такой, значимый в плане финансовый, женщина около него крутится. Мужчина мутный такой, знаете, сложный, непонятный. Непонятный для вашего понимания, что он из себя представит. Мужчина вот должен определиться со своим выбором жизненным. Вот он не знает, что ему делать, да, в голове пусто, а так. Он единственное понимает, что он привязался к вам, что без вас он не может, что он, знаете, здесь может родиться в год собаки или быть действительно верным, надежным. Но это когда он четко определится, какая женщина ему нужна. Хитрый, продуманный такой, знаете, товарищ. Мужчина с другой стороны. Мужчина любит флиртовать, любит красиво одеваться, любит женщин, внимание женщин, да, любит переписки, любит вот этот вот любовь любого, ну, такой мужчины своеобразный. Так, сидит он в сомнениях, в каких-то переживаниях по поводу любите ли вы его, жениться ли ему на вас, будете ли вы ему верны в партнерских отношениях. То есть у него сомнения, как бы ему не ошибиться в выборе. То есть его душа лежит к вам, около него крутятся всякие разные женщины, да, а он теперь думает, а любите ли вы его, а любовь ли это с его, с вашей стороны, да, а как это будет в браке выглядеть. Так, смотрите, резкий такой, категоричный человек, привлекательный, с хорошим воспитанием, может быть, очень таким вообще неинтеллигентным человеком, звездной, медийной, может быть, личностью, да, находиться в холодных энергиях. Общаться общается, но очень много подводных камней разговора в основном о деньгах, то есть его привлекают чужие деньги. Знаете, есть такие знаки зодиака, один из них скорпион, который очень может быть с альфонскими наклонностями, независимо от статуса, да, то есть они, например, считают, что его деньги – это его деньги, а ваши деньги – это тоже его деньги. Они не гнушаются подарками от женщин, они не гнушаются за счет женщин, не знаю, там, чтобы она все оплачивала, да, то есть это вот такая психология. И скорпиону, мужчине нужна женщина, которая будет обязательно ресурсно зарабатывать деньги. Так вот, он сейчас отсекает вот это вот свое, да, происхождение, воспитание, все равно говорит о деньгах и все равно может у вас выпрашивать эти деньги. Так, смотрите, здесь очень такая судьбоносная ситуация. Ситуация связана с тем, что он втайне держит ваши длительные отношения по переписке, то есть он считает, что вы судьба, но никому о вас не рассказывает, не показывает. Он как маленький ребенок дорожит вот этим общением, да, чтобы никто не украл, не забрал, как будто вы сидите там в бочке запечатанной и вокруг вас нету мужчин. То есть он, сидя в своей квартире там или доме, да, думает, что вы тоже так же сидите 24 часа в переписке, и он готов здесь вот эти тайные отношения строить годами, понимая, что вы судьба и не делая вам предложения. Здесь произошло в этих отношениях конец стабильности, то есть закончилось что-то, да, то есть вот это стабильное, то, что он себе построил в собственной голове, с вами оно закончилось, потому что вы не хотите. И здесь еще такой момент. Все в его жизни зависит от его отца, и дома семья, и бизнес. Очень сильный отец у него. И у него есть такие переживания по поводу вас, да, что вот вы его бросили, ушли, то вы были солнышко в окошке, что никакие-то небольшие сомнения были, да, которые можно было разрулить, и сейчас вы создали кучу проблем и препятствий для него. То есть вот он, знаете, вот он считает, вы виноваты, вы не хотите. Вот он с вами так красиво переписывался, да, обещал много ничего не делать, думал, что это будет вечно. То есть не нести ответственность, не вкладываться, но держать вас, знаете, такую тайную, сказочную женщину. Такой. Так, смотрите. Хочет гармоничного союза брака. Получает от этого большое удовольствие. Кстати, в семье его все любят. Папа, мама, тетушки, дядюшки. Постоянно чему-то учится, образовывается, к чему-то двигается. Смотрите, здесь нету сейчас действий с его стороны, да. Он страдает, мучается ему без вас очень плохо, но пока не действует. Сам себе на горло наступает и делает вид, что у него вообще все отлично в жизни. Но ему придется действовать, да, поднимать свой жезл, думать свой план и начинать активно проявляться в вашу сторону. Единственное, что он здесь манипулирует вами, он не хочет вкладываться финансово и показывать свои эмоции. Но он хочет брака семьи с вами, потому что вы ресурсная и он считает, что объединение финансовых, слияние, да, каких-то или бизнеса, или финансов даст ему большой какой-то статус. А вы тоже держите свой статус, да, и вы думаете вообще в другом направлении. То есть вы четко ушли в другом направлении, живете своей жизнью и держите свой какой-то уровень, да, не подойти его в глазах. Вы тут пара, судя по жезлам, да, и вы оба сексуальные привлекательные, и вы как бы подходите даже по сексуальной энергетике друг к другу. У него, конечно, такое разочарование, он злится, психует и хочет победить в этой ситуации, но у него как-то не получается. Он первый выходит на связь в надежде на шанс. Вот, на шанс, что все-таки выбор упадет в его сторону. А сам тут строит какие-то интриги, какие-то планы, все делает некрасиво, вы уже на это не ведетесь, вам уже все понятно. Он понимает, что рано или поздно вы выйдете за него замуж. Он уверен, что вы его любите так же, как он вас. Поэтому он держит паузы в надежде собрать потом урожай. То есть он ждет, пока, да, труп врага проплывет мимо него. И он как бы тут поймает. На семью настроен. Настроен, да, но ничего не делает. Здесь ему придется разрушить все тайны. Он будет взвешивать все за и против. Здесь очень сильно высшие силы участвуют в ваших отношениях. Он будет взвешивать, что вы очень сильная, мощная, умеете спорить, имейте ум, проницательность. Ваши советы дают ему подъем в бизнесе. Он будет понимать, что с вами он может быть счастлив. Что вы профессионал своего дела. Что вы правильно им манипулируете. Он будет помешан здесь на такой сумасшедшей ревности, что он вас потом вот прям посадит в золотую клетку, будет ограничивать во всем. Здесь произойдут какие-то перемены быстрые. Знаете, в плане чего, что вы уйдете от него к другому мужчине и тоже иностранцу и тоже обеспеченному. Вот это его еще как бы подстегнет больше. Где-то он об этом узнает или увидит, что разобьет ему конкретно сердце. И он здесь уже будет готов какие-то деньги воскладывать. Ну, не такие большие. Он хочет отмазаться какой-то малой кровью. Единственное, что страхи, сомнения будут его мучить. Да, что новый мужчина вам даст больше, и он будет огорчаться. Огорчаться, плакать, расстраиваться, заламывать руки. Вы победите в этой ситуации. Ему придется приехать в вашу сторону. Он поймет, что вы такая яркая, значимая, сильная, мощная, такая звезда, недосягаемая. И вот память о том, что вы можете быть другой, теплый, комфортный, уютный, она как бы заставляет его висеть, ничего не делать. То есть он еще не осознал, насколько вы можете быть холодным. Но ему придется очень сильно вкладываться в ваши отношения. И будут у него иллюзии, что он будет вкладываться, и вы выберете его, уйдете от другого. То есть ему придется в конференции поучаствовать. Сложности и трудности будут заключаться в том, что он любит развлекаться с другими, переписываться, общаться. То есть вот это вот его, знаете, как заболевание. А вы очень холодная и категоричная. И не будете в его сторону просто флиртовать. То есть вообще поставили точку на нем. И вот он будет сидеть в своих теплых воспоминаниях о вас, не спать ночами, переживать, думать, что было когда-то хорошо. И будет думать, что если не вы, то он всю жизнь проживет один. Что лучше вас не бывает. То есть осознание своих пакостей каких-то у него произойдет, но очень медленно и очень долго. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный и им рассмотрим вашу ситуацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!